Доброе утро, друзья! Сегодня 12 января 2022 года. Начались суровые будни, и надо продолжать бесконечную просветительскую работу. Пока побеждают мошенники. Миллионы купленных саженцев, если раньше могли дожить до первого рожая. Потом, благодаря уходу, особому уходу по принципу, если вы не будете каждый год обрезать деревья, то она долго не проживет. И люди изничтожили множество миллионов саженцев, молодых деревьев. В последние годы все стало гораздо страшнее. Огромный вал, очень дешевых. Да, мы очень небогатые. Вот для кого-то 300 рублей, это бы огромные деньги. Когда ему предлагают за 300, за 250, за 200 привитых саженец, человек даже не догадывается, что в России вырастить его невозможно. Да, такие деньги. Получается, что призомники торгуют себе в убыток. Поэтому легко догадаться, что они прибыли далека, с такого юга, что страшно подумать. И на мороз. И на мороз. И еще приказано искалечить. Такова действительность. А мы с вами продолжаем посветительскую работу. Мы сейчас, я набрал, посмотрите, в верхнем левом углу фото Абрикос Академии. Сразу бросилось в глаза, что именно мои абрикосы являются мировыми лидерами по своей уникальности, исключительности, огромным плодам, вкусу. Это вам не отрава с прилавков, привезенная с юга. А натуральная, без едины, капли яда. А караз дерева, значит, вкуснее уже не бывает. Я решил начать. Я даже где-то в отчаянии. Почему? Потому что я невольно стал соучастником мошенников. Я никогда не был. Меня называли, мы эти самые, говорили так. Знаете, особо есть такой небольшой дружный, злобный коллектив, который опротестовывает все, что я говорю. Вот. Косточки, если бы железо вырастить, превратить деревья, то плоды будут дитями или жерделями. Это все неправда. У нас таких случаев пока не было, они уже в сотнях садах. Но это тема, уже мы с вами поработали. А сейчас другая тема. Тема вселенского обмана, которому присобачили меня. Я долго дружил вот с этой вот командой. Это 7 дач. Это довольно, издательство, довольно, очень, не довольно, а очень солидное. Однажды я в отчаянии написал. Здравствуйте, Лариса. Вы, администрация, это 7 дач. Всегда меня ругали за то, что использую свои же фото. Ранее нигде это были использованы в интернете. То есть, понимаете, если они уже в интернете, а здесь вот, здесь вот, много моих. Я вот чуть ниже с ними познакомлю. Вы их даже запомните даже наизусть. Иначе вас будут обманывать до бесконечности. Вот. И раз я их где-то когда-то использовал, в другой статье, и вдруг мне говорят, все, не имеем права. И тут же, все-таки, это самое, против лома нет, то есть против денег нет приема. Вот она, 7 дач. Я назвал 4 источника, где мои фотографии используют, но используют как, как, причем ниже. Итак, Валерий Константинович. Доброй ночи. Это мне отвечает администратор сайта 7 дач. Я написал, а, ну, в смысле, может, дежурная. Я написал письмо администратору по поводу возникшей проблемы. Но делайте, пожалуйста, скидку на время суток. Сегодня выходные. В любом случае, мы обязательно будем разбираться. Вот. Я единоличный и компетентный сейчас решать вопрос, потому что объявление в маркете – это самостоятельный раздел сайта, не относящийся к работе модератора. Так, дальше. Все-таки она… Это редчайший случай добросовестности. Я нашла эти фотографии в инете, в материалах относящихся к вам, и убрала эти позиции с коммерческих предложений по указанию администратора. Валерий Константинович, у вас есть исходники этих фотографий? Ну, что было дальше, вы догадываетесь. Исходники – это не исходники, это интернет. Но сейчас мы будем искать и исходники. Почему? Я хочу, чтобы вы были во всеоружии. Нас обманывают так часто, а ведь меня слушают и смотрят только садоводы, причем старшего возраста, причем те, у которых пишут это самое… Сынок, это мне 72 года, называют сынком, и говорят, сынок, пожалуйста, подожди до этого, получу пенсию и рассчитаюсь. Ну вот, давайте смотреть. Вначале мы посмотрим все подряд. Вот так вот. Дело в том, что… Почему мои часто попадают? Они входят в первую десятку, первую двадцатку. А когда создают сайты, нанимают человека, который умеет это делать, я, например, не умею. Ну, естественно, что, учитывая, что мои фотографии лучшие из лучших во всей планете, то, естественно, мне чужие не нужны. Вот это зачем мне? Да, это академик, да. Но дело в том, что мне она не нужна. Зачем бы я вставил к себе, как это сделали? Смотрите, сейчас. Найти изображение… Смотрите, учеба. Я нажал на правую мышку, видите? Открыть… Нет, не так. Сейчас, 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 сейчас. Ой, минуточку. Так. Найти изображение в Яндексе. Опа. Не получается. Ладно, тогда это на конкретных сайтах, этот прием не удается. И там обычно вот эта фотография встречается сто или двести раз. То есть, не задумываясь, дали команду компьютерщик, который не садовод, и первый раз в жизни видит эти фотографии. Естественно, они эффектные. Также он видит вначале вот так, смотрите. Он видит вот так. Ох, какая, ох, а вот это еще крупнее. Ему, он неведомо, что вот эта третья фотография моя, а четвертая Латинкова, вот, царство ему небесное. И вот получается, что вот они, как правило, вот эти попадают. Но попадают более низкие, более расторопные. У каждого свой кос. Вот компьютерщик, который первый раз в жизни увидел эти плоды, откуда у нас в России такие, казалось бы, он может выбрать и ниже. Сейчас посмотрим, как это происходит. Значит, нажимаем, смотрим. Вот, почему я стал соучастником мошенников. Вот это не моя фотография. Встречается часто, ее используют, практически воруют. Но на ней нет никаких логотипов, поэтому она в открытом доступе. Мошенники этим пользуются. То есть они так говорят. Вот. Знаете, разные, недоуменные. Это же не только вот та переписка, еще была, допустим, почему вы используете мою фотографию, понимаете, нам свои некогда. Мы работаем, нам некогда свои сделать. Хотя это делается в течение нескольких секунд. А маточных садов практически не встречается. Вот. Это тоже, это тоже академик, но тоже немой. А вот мой академик. Вот эта фотография очень популярна. Жалко, что здесь найти изображение в Яндексе. Ну-ка. Вот они, вот они. Ура! Вот теперь я не болтен. Я, Железа, утверждаю, что это моя фотография. Я потом покажу в конце этого фильма. Ну что, поехали. Вы представляете, насколько она популярна? Я стал соучастником мошенничества. Видели? Ну, раз... Еще немного, это раз 50, наверное, да? Вот. Но они чем еще берут сказать? Сейчас увидите. Я сейчас еще назад вернусь. Назад. Вот сюда, вот сюда. Вот. Обратите внимание. Смотрите. Вот где видно, вот бабочки. Видно? Это она же, да? Я свое-то родное узнаю. Это она же. Абрикос обыкновенный. Вот. Хотите купить? И дальше уже это. Кто его продает? Естественно, не я. Нет, я продаю... Сын продает саженцы академика. Я продаю косточки академика и черенки. Но посмотрите, как его замаскировали. Видите? Он не высветился, когда вот я сейчас вот тут нажимал. Вот, 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 вот. Понятно, да? Ну, пойдем дальше. То есть его замаскировали и теперь используют так, как свое. Бабочек сверху нарисовали. Да еще с крылышками. Вот. Царство небенебесное, Юрий Алексеевич. Представляете, какими мы чудесами владеем. Мы во всем мире относимся к лучшим, 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 лучшим. Вот. И мы, Алексеевич Уралюс, я сибиряк. Это, ну, похоже, тоже академик. Вот первые 10-20 фотографий академик. И потом начинают уже попадать другие. Прошу прощения. Пришла племянница. Начинается сертификация слив. У нас середина января. Так, не заходи, я понимаю, кинул. Так, продолжаем. Вот. Полюбовались? Не знаю, чья фотография. Вот. И это не знаю, чья фотография. И это не знаю. Ну, некоторые разновидности академика имеют вот эти вот пятна. Вот это уже самое. Явно, что они гибридные, они плывут. Вот. Снова Латинков. Вот. Видите, какие мы. Мы с ним, самое считается, два лучших сада в Сибири. В Урале. И в целом в России. Абрикосовых. Вот. Вот это, опять же, это... Его просто взяли, ту же фотографию, которую вы видели. И... Скид разделали, да? Вот. А вот это вот интересно. Одна из самых первых фотографий. Это истинный академик. Потому что то, что вы увидите у меня, у Латинкова, они уже меняются. Причем меняются сильно. Одна из наших особенностей. Мы научились укропнять плоды. Буквально волшебниками. Понимаете? Вот так вот. Ладно, идем дальше. Так, тут все-то отсвечивает сейчас. Свет убрал. Ага. Смотрим дальше. Это фотография Железова. Академик. Вот. Но я не говорю, что я его родил. Я его использовал для переделки. Это уже гибридный академик. А вот это моя знаменитая линейка. Вера Сергеевна, возьми у меня это, заказ. Пока я занят. Так, вот она знаменитая линейка, которая разоблачила, ну, наверное, может полсотни, может сотню сайтов питомников и сайтов интернет-магазинов. Вот. Это вот самая линейка, которая выдает, что нет у них никаких маточных садов, не берут они у себя черенки, не привают у себя, они просто стали банальными торгашами. Купи-продай, купи-продай. Но при этом, вы знаете, что я уже провел 164 вебинара, до этого еще десятки, до этого еще сотни фильмов. И я часто подчеркиваю, например, там «Саженцы из Сибири» и вот такие же фотографии, в том числе, мы саженцы из Сибири. Персик сибиряка. Подразумевается, что посадил Сибирь, и он не замерзнет. Нет, друзья, все гораздо хуже и страшнее. Так, вы видите, академик уже переделанный. То есть моя фотография. Вот. Сады России, абрикос. Академик. Когда-то я выслал 2000 черенков, поверьте, это исторический факт, генеральному директору, тогда еще живому, Степанову, вот, который хотел меня пригласить на работу, и я был у него в гостях. Это целая отдельная история. Надо будет как-то рассказать ее. Далее, значит... Нет, наверное, один проскользнул. Ага. Это я не знаю, че. Это я не знаю, че. Это я не знаю, че. Вот. Это как раз типичный академик. Он, в принципе, с самой старой фотографии вот так и выглядит. Именно таким образом. А вот это уже мое. Вот вы посмотрите. Вы согласитесь, что они сильно переделаны? Причем я тут не виноват. Я выросил у них в поколении, и каждое поколение менялось. В принципе, я лишний раз скажу. Подвой один и тот же, огромный, 30 лет подносящий. А в Маньчжуре с абрикосом, и он всегда был подвоем до первого поколения. Потом с первого поколения черенки переносятся на второе поколение, а подвой тот же. Потом снова черенки переносятся на третье поколение. Не с первого на третье, первое на четвертое, а со второго на третье, с третьего на четвертое, с четвертого на пятый. Вот результат. Абсолютные измененные плоды, то, что называется объективная гибридизация, как там она существует, но как было написано, когда меня ловили, как это, недобросовестного человека, что вот типа того, что лапшу вешаете, объективная гибридизация не существует. И дальше приведелась цитата 30-50-х годов, то есть это цитате 8-90 лет. И там было сказано, что следование установлено, ведь эти гибридизации не существуют. Пришлось нам с Латинковым родиться, и все началось сначала. Только нет больше яростных споров, стенка на стенку, академия на академию, проигравшие в Сибирь. Нет, не садить сады в Сибирь, а лес валить. Это было. А сейчас у нас осталось один живой и два мертвых. То есть железы еще живой, а Латинков и третий уникальный человек, Борис Боднар, уже на том свете, в райском саду, наверное, выращивает те же абрикосы, может, еще лучше этих. Вот, это тоже моя фотография, моя линейка. Видите, как просто идти. А то бы не было в этой линейке. Кто-то мне бы сказал, эээ, нет железов. Да, на нашем сайте. Да, мы фотографировали в нашем саду. Чего ты мгоморочишь голову, это ты мошенник. Меня спасает линейка. А вот этого я не знаю, это не знаю, это не знаю. А вот это Фаина. Смотрите, тут все честно. Справа вверху читайте. Априкос Фаина. Единственный экземпляр в мире. А дальше слова записки зачарованного сибирского садовода. Дело в том, что это особый сорт, тройной гибрид, вегетативный, говорит, которых нет на планете. И опять моя линейка. Видели? Вот. А это особый разговор. А мы с вами путешествуем дальше. Вот эта фотография классическая. Она наверняка сделана в Дальнем Востоке, наверняка в научном саду. Это самая старая фотография из тех, которые я знаю. Документалистика. Вот. Ну, сейчас еще что-нибудь увидим. Вот. Это моя невестка. Вот эту фотографию не переносит. Почему? Видите, какая модель. А потому. Потому что будут тут же пойманы за руку. Это не мое, не мое. О! Знакомьтесь. Кто еще не знает. Моя помощница, моя ученица. Вот. Елена Александровна Савинич. И мой мостик в науку. Мой мостик в науку пока брезгливо отвернулась. А Елена Александровна Савинич. Вот. И ученый пока аспирант. Пока будущий академик. И в то же время, эта девушка знает, что ей теперь не придется начинать, как другим, с абрикосов 10-20 грамм. В многих научных учреждениях это предел пока. Да. 10-20 грамм пока предел. Ну, 30 это уже рекорд. А 120, конечно, им не снилось. И не снится. Почему? Потому что это просто не ставить перед собой таких амбинационных задач, тем более это все реально. Все тоже скрестим, скрестим, вырастим. И попали в эту ловушку, с которой не выбраться. Или вкусное, но замерзает. Или невкусное, не замерзает, но зачем оно надо. Это я просил лекцию стандартную, с помощью опыления, искусственного опыления. Для меня самое страшное, когда я читаю, сам никогда так не делал, о скоплении цветов. Из одних слов только это. Жутко становится. И вот мы посмотрели, академик полностью с измененной формой в моем саду. Опять тени, как она меня спасала. Она, по идее, не для этого была, чтобы разоблачать мошенников. Нет, она для того, чтобы вы видели размер плодов. Ну что, еще дальше смотреть могли, хватит. Вот это мое дерево, это мой забор. О, видите, синий это. Это туалет соседей. Все видите, как здорово, когда можно все увидеть, все идентифицировать. Ну, дальше я не смотрел. Опять мое. Ну, видите, академик к академикам. Но дело в том, что это уже не академик, это уже Амур. Он три раза мельче. Может дальше и дальше полистать? Все-таки это заметное место занимает. Это тоже мое. Это этот самый. Переделанный мной Манитоба 604 из Канады. Это я не знаю. Это, знаете как, эту фотографию мы уже видели выше. А кто-то умный взял, перерисовал вот это слева, Амурикос Академик. И теперь его фактически не узнать. А ну-ка узнаем или нет? Ой, первый раз такое я хочу. Ну-ка смотрим фото, 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 фото. А, все, ребята. Все, видите как, уже за руку не поймать. Все. Молодцы, здорово придумали. Фотография не их, конечно, фотография одна из известных. Вы ее видели выше. Да, Академик, чей-то. А вот это мое. Это снова Амур. Эта ветка рухнула под урожаем. Ее использует. Ну-ка, сколько ее сайтов использует. А давайте посмотрим. А вдруг высветится. Ура! Внимание, это мы. Какой трюмф? Это железо использовали мошенники. Вот. Видели? Идем дальше. Вот такие вот фотографии. Одни из первых. Делаю так, чтобы их не узнать. То есть середку вырезали и все. Ну что, дальше смотреть или уже не будем время терять? Так. Нет, не будем время терять. Мы сейчас выходим. Знаете, для чего? Вот для чего. Дело в том, что мы сейчас попадем ко мне в мой архив. Архив, архив. Фотоабрикосов. Так. Архив. Вот он. Так. Какой взять-то? Ну-ка, наберем. Наберем. Абрикос. Абрикос. Фотоабрикос. Фотоабрикосов. Урожай. Какой год взять? Вот хороший год 16-й. Вот. Смотрите. Мы сейчас посмотрим. Какие... Мы же с вами видели только академика, правильно? Это не совсем правильно. Надо еще другие увидеть. Немножко... Получасом я ограничиваюсь. У нас еще 5 минут есть. И так, огромные значки. Попробуем пролистать. Ну, вы же понимаете, что это. Что такое это? Как что? Сало как сало. Вот что и пробовать. Это же королевские. Ох, мы там не долистали, когда я смотрел в этом, в интернете. Там, где я стою с ведром яблок. Вот это мои дела. Вот это мои дела. Это внук. Вот это сын. Это тоже доказательство. Смотрите. Вот попробуйте. Скажите, что украли из чужого сада. Патраграфик. Это Сергей Железов. А это мой внучок. Вот он позирует. Видели? Здорово, да? Когда у всех детей такое будет? Знаете, когда? Когда мы избавим людей от мошенничества. Вот это посвящено этому как раз. А теперь скажите, что это не наш питомник. Вот подскажите, что это не наши абриколосы цветут. Что это не наше выращивание. Особое выращивание саженцев особое. Вот там под бутылками, знаете, что происходит? Еще раз. Под бутылками весной во время цветения день идет за два. И только эти саженцы потом уже без бутылок. Они всего месяц, но на них бутылки проходят. Осень, и они вызревшие. И никому в голову не приходит, что в Сибири, когда, да еще когда опаздывают, поздно посадят, где-то в мае. Вот, когда приведут саженцы. Вот. Они уже не вызревают. В Сибири же короткое лето. Если сам прививает, то привьют в мае. И опять к осени они не вызревали. А вот когда привьют рано, у меня много фотографий, когда тут же снег, тут же мороз возвращается. Под бутылками отсиживаются. И к осени вызревшие полностью. Только эти славятся. Мои, теперь уже не мои, моего сына саженцы. Этими славятся. Вот, видите. Ну, что я вам скажу. Вы посмотрели там, где еще, это, фактически нет новоровных фотографий. Сколько там осталось времени, у меня он сам отключится. Эта запись отключится через 3 минуты. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте-ка обратно опять. Давайте-ка опять ищем. Приколос. Приколос. Ага, вот он. Урожай абрикосов, 16-й, мазерский. Абрикосов, 21-й год. Мне надо примерно 15-й, 13-й. А, придумал. Вы знаете, у меня есть фотогалерея. Вот она. Вот это мой сайт. Набирайте 3 слова сайт Садово до Железово. И вы оказываетесь на моем сайте. Это в Яндексе или в Гугле. А в нем есть фотогалерея. Я нажал. Вот опять Тимошка, Тимошка, Тимошка. Вот опять те же самые, видите. Что я вам показывал. Все без обмана. Подумаешь, что-то это у себя использует. А маточники-то здесь. Оригинальные фотографии, видите. Вот отсюда. Тут все доказательства того, что я не верблюд. Ясно? Сейчас я покажу. Вот эти вы видели. А вот 15-й год. Значит, наиболее важно ворованные. Сейчас ворованные. То есть вот это. Извешен. Самое популярное вот это. Так, 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 так. Ой, так долго не успеваем. Еще успеть показать вам. Осталось 2 минуты. И он отключится. Успеть показать вам. Те, которые в интернете фигурируют. Которые берутся кому не лень. Вот тут, видите, это шорты Сергея Железова. Вот они. А вот эта фотография встречается в интернете часто. То есть встречается уже на чужих сайтах. Ну, узнаете, да? Вот эта фотография вы видели. Вот это видели. Вот это видели. Вот это самое, вот я хотел на внимание обратить. Вы поверите, западная Украина, Тернопольщина, мои земляки, они, это вот на этом закончили, они взяли эту фотографию, вставили как самую главную козырную. Знаете, что написали? Держите за стулья. Вот этот вот мужчина или там садовод купил у нас саженцы. И из этих наших, их саженцев выросло вот это. Мне, чтобы выросить вот это, я 37 лет жизни положил. Так они мою физиономию даже скрывать не стали. А знаете почему? Они решили, что там далеко, далеко на Западе, никто Железова не знает. Нет, мне прислали их рекламу, сказали, вы теперь рядовой покупатель, вы у них якобы купили саженцы, и выросло вот это чудо. Вот это реклама. Представляете, плоды из Сибири выдать за Южноукраинское. Неужели сами не могли вырасти? Получается, не могли. Ну вот и все, наше время истекло. До свидания, друзья. Это небольшое путешествие с целью разоблачения мошенников. Помните, как... А, вот еще, вспоминайте, видели? Видели. Вот, все, заканчивается съемка. Все, до свидания, друзья. Вот. Но я с вами не прощаюсь. Я Железов Лерий Константинович. Зачарованный садовод. Зачарованный садовод.